Чёрное зеркало 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 прогульщиков заседания Верховной Рады. В принципе, сегодня у депутатов был рабочий день. Тарас Загородний согласен со всем или нет? Ну, я думаю, проблема самопомощи самого початка была в самовизначении, потому что самопомощь удавала, что начебто истнует партия, а в действительности самопомощь – это хорошо конвертованный, хорошо ставление всех жителей Украины до города Львова в действительности. И было створено и уявлено, что в Украине существует место, место мечты, в котором хотят жить все. Пан Садовый достаточно грамотно себя конвертовал. А в действительности сейчас происходит то, что самовизначение. Так, а партия про что? Потому что это консервативная или либеральная партия. Потому что, если это либеральная партия, то действует как церковный консерватизм, который следует Садовый, связанный с различными вопросами, связанными с церковью, как это совмещается. И поэтому, конечно, самопомощь сейчас пытается найти свою нишу. Вона видит, что происходит радикализация относительно воинного патриотизма. Они тоже начали в это играть. Было достаточно задано великих втрат, именно по имиджевых втрат, именно по доброму господарнику Садовому, который, как выявилось, ну, с разных причин не смог организовать вывезение из собственного города. Ну, не без допомоги влады, конечно. И миф просто рухнул. Потому что партии не существует, это просто красивая сказка про место Львов, которое есть хорошим местом для проживания всех межканцев. Спасибо, Тарас. Александр Мартыненко. Ну, во-первых, ваше отношение к блокаде, во-первых, ваше отношение к блокаде, вы хотелось услышать. Не можете ли вы спрогнозировать, как много еще политиков мы в ближайшее время увидим на этих рельсах? Пожалуйста. Ну, знаете, к блокаде в этой всей истории меня смущает одна вещь. Значит, на самом деле больше, но одна главная. Знаете, во всей политической жизни, в политтехнологиях, если хотите, всегда все должно быть оправданно. Мы же, в конце концов, в политике продают картинку людям. И рассчитывают на то, что люди видят в этом искренность, веру в собственные силы, веру в собственные действия. А когда полтора года или два года идет война, два года идет торговля с этими территориями, а так или иначе, спустя два года, вдруг ни с того ни с сего, отдельные люди начинают блокировать движение, то есть два года до этого все было нормально. На самом деле все ездило, все ходило, никто об этом не говорил. Тут ни с того ни с сего, ну, помните, да, повод был. Вот отсюда я родил целый вопрос о предвыборной кампании. Первый был, да, освобождение наших клиентов. То есть мы будем блокировать, пока не освободят. Это же был первый посыл такой. Сейчас об этом мало кто вспоминает, но это мне уже не важно. Но когда существуют вот такие вот недоговоренности, да, люди это чувствуют. Нельзя, есть точка зрения у многих политиков, что народ на самом деле идет, он ничего не понимает. Что ты покажешь картинку, то я съест. Но фальшь чувствуется. Вот в таких вот вещах на самом деле объяснить-то надо. Например, у меня ответа на этот вопрос нет. Может, у кого-то есть? Да, почему там? Их не блокировали полгода назад, летом прошлого года, например, не ставили этот вопрос. Считали, что это неактуально или нормально. Почему это стало ненормально именно сейчас? Поэтому надо быть просто искреннее и понятнее. Да, если твои действия обоснованы, тогда тебе верят, необоснованно не верят. Кто еще туда приедет? Да, могут ехать, как на выставку. Сейчас все там светятся. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что на самом деле дальше будет с этими же поставками. Как долго это может продлиться, эта блокада? Ну, теплеет, во-первых. Слава Богу. Поэтому так жестко теперь проблемы энергии угля стоять у нас не будет. Она будет стоять, но не так жестко. Здесь две ВГД. И у одной и другой страны. Стране будет легче греться, а иной блокировщикам легче блокировать. Ну да. Да, потом не забывайте о том, что там заблокирована все-таки же ветка, которая поставляет уголь в зону Орду и Орлу. Там, понимаете, там есть не только уголь, который идет на нашу территорию, есть уголь, который идет на ту территорию из Павлограда. И, кстати, там хуже всего. Там проблемы действительно серьезные. Но я думаю, что какое-то время это действительно продлится. Но в итоге, видимо, какой-то документ удастся согласовать потом по перечню товаров, которые туда идут. А потом заработает контрабанда. Как она, собственно, работала все время. Понятно, спасибо. Ну хорошо. Если получится все-таки, что самополучно, разыгрывая сейчас правильную ставку в расчете на рост рейтингов, не случится ли так, что другие политические силы оглянутся, увидят, какое электоральное одеяло с них стягивают, перетягивают на себя и захотят и себе, в общем-то, этот рейтинг перерастить. Сергей Власенко, Батьківщина. Может теоретически когда-то появиться вот на этих рельсах? Ну, по-перше, идеологично мы поддерживаем блокаду и заборону торговли с окупованными территориями. Мы это поддерживаем с самого первого дня. Почему вы не на востоке сейчас? Мы не сприймаем, потому что сегодня рабочий день в Верховной Раде. Мы не сприймаем позицию, которые задекларованы в Минских угодах. С самого первого дня после Минских угод мы сказали, что это хибный шлях, как в политической части, так и в экономической. Я особо не понимаю ситуацию, когда выходит на трибуну парламенту президент и, вертаясь к Верховной Раде, говорит 10 раз, что у нас идет война, а после этого у нас идет нормальная торговля с Ордло. Вот я так просто закрываю очи и я делаю спробу уявить картинку, что во время Второй войны Уинстон Черчилль купил гидро у Адольфа Гитлера по выгодных экономических ценах для того, чтобы гражданам Великой Британии было теплее в их оселе. И это просто неприпустимо. И это просто неможливо даже себе уявить такой механизм. Поэтому мы должны визначитесь, первое, в статусе войскового конфликта. Если это оружие, гибридная агрессия Российской Федерации, то мы должны ставиться до этого в такой способ. А когда я читаю, допустим, на одном из проведенных интернет-ресурсов про то, что за последний год выгодный гидро на неподконтрольных Украинских территориях увеличился в 4 раза, то я понимаю, куда идут украинские деньги, что потом придется за эти деньги, и какая количество куль потом летит в наших октябрях. Сергей, но есть и другая статистика, что предприятия, которые работают в зоне АТО, они все-таки платят налоги на территорию Украины. Вот цифра. Почти 32 миллиарда гривен было перечислено только в прошлом году. Я еще раз подкреслю. Я не знаю этих цифр, но мне, с точки зрения организации, ну, как человек, который понимает, как работает бизнес, мне сложно уявить, что вугилля добывают там, а податки платят тут, и местная влада им это позволяет. Просто у нас есть один олигарх, который там проживает на этой территории, который это вугилля сюда возит, и который имеет там пильги. Вот и все. И, до речи, на этом неделе сделали попытку протягнуть поправочку в закон про спадщину, чтобы еще и позволить из этого не платить податки. Что все, взагалі, все разумно, все зрозумело и так далее. Мало того, что мы торгуем с страной-агресором або с контрольными силами страны-агресора, так еще и из этого податки платить не будем. И это при том, что разница в цене на одни тонни вугилля складает, если я не помиляюсь, 1300 гривен на тонни вугилля. Уявите себе, про какие деньги идут. Никого не цікавит доля Украины, никого не цікавит доля этих территорий, всех цікавит заработать на этом. Пора дать слово Максиму Куричину. Добрый утро, хорошо, Виталь. Уважаемые коллеги, уже вся страна больше месяца наблюдает за этой дискуссией, но давайте признавать правду. Сегодня не уголь на Донбассе блокируется. Сегодня, по сути, блокируется возможность политико-дипломатическим путем урегулировать конфликт на Донбассе и остановить эту агрессию. Сегодня мы живем в тех условиях, когда нужно сделать два выбора. Один выбор плохой, второй выбор еще хуже, катастрофа и руина. Подробнее. Начну со второго. Выбираем катастрофа и руина. Идем на изоляцию Донбасса. Полную блокаду. Прекращаем все возможные связи с той территорией, которая является неотъемлемой частью Украины, но временно оккупирована боевиками и приверженствами Путина. Что происходит? Загибаем пальцы. Путин объявляет, что Украина против своей территории, против своих граждан объявила чуть ли не геноцид и объявляет на этой территории гуманитарную катастрофу. Что происходит с корою? Секунду. Он и так все уголошает. Секунду. Алексей, Сергей, имейте возможность выслушать, потому что я вас внимательно слушаю. Вибачте. Что происходит дальше? Путин после этого объявляет Украину, продолжает конкретными фактами, что происходит геноцид в отношении людей, мирно проживающих там, и выходит из Минского процесса и говорит о том, что санкции нужны не к России, а в отношении Украины, потому что это Украина нарушает Минский процесс. Что происходит дальше? Те шахтеры, которые сегодня трудятся на предприятиях, которые платят в украинский бюджет, на украинских предприятиях и в украинский бюджет платят 32 миллиарда гривен в прошлом году. Но вы знаете, мне кажется, здесь даже дело не в том, что они платят наш бюджет, а в том, что это единственный способ их заработка. А берут в руки автоматы, нет хорошего дела, там они работают, а берут в руки автоматы и идут куда? Пополняют ряды так называемых боевиков и ополченцев. А параллельно в Украине энергетический коллапс, параллельно в Украине стагнация экономики. Параллельно в Украине в это время происходит волнение людей, потому что будут останавливаться предприятия и в Мариуполе, и в Артемовске, и в Днепре, и во многих других. Есть второй вариант. Есть второй вариант. Я еще раз хочу подчеркнуть, он не самый лучший, но он единственный. Мы признаем и принимаем, что в Украине все-таки проходит гибридная война. Мы признаем и принимаем, что сложился определенный статус-кво, как правильно сказали эксперты, два года, куда смотрели, в чем говорили. Признаем это и принимаем. Но идем на открытый диалог с обществом, с украинским, и говорим, что нам за это время необходимо обеспечить рост экономики, как это было только за прошлый год. Да, серьезнейшие цифры, 5,5% рост экономики Украины, в макоэкономических показателях. Дети цифры взяли, Максим. Нет, в Украине, посмотрите, месяц, январь-январь, январь-январь. Нет, это январь. Посмотрите, январь-январь. Промпроизводство. Промпроизводство. Да, медленно, выступательно. Но такие темпы, коллеги, но такие темпы Украина демонстрировала в последний раз в 2005 году. И в это время мы определяем о том, что мы строим новую рыночную экономику с процветающей Украиной. Мы ее строим за эти годы, но никак построить не можем. Дви-три, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы мы повернулись тричечки назад. Давайте перше. Два роки тому влада, такая сама, как и сегодня, она почти не изменилась. Заявляла, в устами нагадаю, генпрокурора Яреми, ставленника президента Порошенко, что торговля с окупованными территориями это финансование терроризма, что подпадает под криминальную ответственность. Первое. Что изменилось за два года, почему изменилась риторика, остается вопрос без ответственности. Другое. Эта страна, и мы, в том числе, с подовом узналися, что мы полностью заложны от маленькой окупированной Россией территории, которая может в любой момент выключить рубильник в виде вугилья, и у нас настаёт энергетический коллапс. Что вы включали? Первое, мы сделали блокаду самих сепаратистов. Это было весной на два года, это было не холодно. Это была не холодная. с подовом, я вам чорным по белому, где написано «тимчасово прекратить экспорт вугилья антрацитов». Это означает, что с окупованных территорий, по всей санкции, идет вугилья, которая идет дальше через страну и продается дальше за кордон. Про который энергетический коллапс мы говорим, что это вугилья не на наши санкции, а продавалось. Третий, эта человек, один из олигархов, называется его Ахметов, эта человек, например, владеет «Захид Энерго», это в Западе Украине, где есть Бурштинский остров, где продается абсолютная электроэнергия. На Угорщину, в Польшу, в Словаччину. За гроши продается. За 4 месяца там чистый прибуток понад 10 миллиардов. Я так до слова просто скажу. Дмитрий, вы все-таки к чему это ведете? Я хочу сказать, что, первое, эту блокаду однозначно нужно поддерживать и нам потребен закон про окупованные территории. А вот чему не выставляется закон про окупованные территории? Причина есть только одна. Кто-то боится втратить заработок грошей. Давайте четко размежем между где гинуть люди, и где-то война, так? И кто-то параллельно на этом заработает деньги. Крапка. И в зависимости от ситуации изменится думка той самой влады. То это финансирование террористов, Буахметов не шел на договорняки с владой. Когда его перетисли, и они наконец разом начали работать, теперь же это не финансирование терроризма. Это теперь допомога. там, понимаете? Вот так у нас происходит политика по-украински, чтобы люди просто это понимали. Это банальный заработок грошей. А в войсковый час это называется мародерство в Краине. Спасибо, Дмитрий. Мы поняли. Сергей. Шановные коллеги, вот я дивлюсь я на это все, чую, и, как бы мог, бы заплакал. Вот тут сидит 8 народных депутатов в этой студии. 8, которые представляют разные политические силы. Не все. Вот кто из присутствующих зареєструировал хоть один законопроект, который должен регулировать это вопрос за предыдущие два года? Вы срываете мой вопрос. Это мой вопрос. Смотрите, почему? Даже самопомощь. Нет. Юнг, молодец. Почему та же самопомощь, почему народные депутаты срываются с пленарного заседания, не решают этот вопрос, не хотят его решать. В стенах Верховной Рады, куда мы их делегировали, работать. Я не голосовал ни за кого из вас, ни за какую партию для того, чтобы отправлять вас на какие-то блокады или на стычки в центре Киева, чтобы вы полицейских избивали. Не вы конкретно. Ну, ваши побратимы, да, по парламенту. Почему сегодня этот вопрос решается не в стенах парламента, а почему мы едем блокировать рельсы. Меня так само это хвилюет, и я пропоную телеглядачам так само про это задуматься. Сегодня доступ до персональных сторон всех нардепов есть очень простой. Рада ГАВЮЕЙ, особистая сторона каждого народного депутата. Идучи на один из эфиров, когда только эта тема начала популяризироваться, извините, мне в лапках в нашей государстве, я заинтересовался, сколько Семен Семенченко зареєструвал таких законопроектов, сколько Оксана Сараид зареєструвала, или Володимир Парасюк. И з'ясовалося, что до этого законопроекта, который был зареєстрованный наприкінці минулого года про оккупированные территории, 0,0. И в какой-то части, возможно, прояснить ситуацию Мужелевченко, что зареєструвало. То есть, грубо говоря, два года, все все облаштовывало, все жили, третий год пішел. Ну так или нет? Закон про оккупированные территории у вас не переводит. Я на секундочку, я на секундочку. На свободе слова мене глядачі на каналі Відомого Майси ТВ мене запитали, сказали, а чого ви до сегодняшнего дня не ведете кримінальну відповідальність за незаконну торгівлю так званими окупованими территориями? Что я сказал? Кажу, я обіцяю, что я протягом лютого месяца підготую законопроект и запрошу персонально всех людей, которые публично пиарятся на этой проблеме, пиарятся, а не пытаются ее вырешить, для того, чтобы напрацювать комплексный документ, который пройдет парламент и наберет 226 голосов. Вы тогда сделаете, придете, мы дадим вам слово. Сробил? Нет. Вы уже сделали? Сробил законопроект и 15 лютого за три дня до запропонували. Я свідомлюсь, как народилась эта идея. Памятаете? Да, да. Какова судьба будет этого законопроекта? Я сказал наступниче, что я чекаю до конца лютого и пропоную всем колегам, членам профильного комитета, их 18, воронной национальной безопасности, и людям, которые персонально постійно про это говорят, долучиться для того, что вы положите руку на сердце. Вы верите, что 226 наберете? Я очень на это сподіваюся, потому что в противном случае выясняется, что это не просто теория про пиар, а это, в последнее, что-таки будет пиар. Я прошу, вести криминальную ответственность. Вы не откроете этим глаза за украинским... То есть это законопроект уже майже два года скоро будет зарегистрированный. Юрий, саму блокаду вы поддерживаете? Ну, смотрите, что бы я хотел бы зазначити. Чему, на мою думку, было бы на родине блокада? Я сейчас не коментую питание самопомощи, я вообще говорю про блокаду как явище. Я, особисто, вважаю, что мае быть полная заборона торговли с оккумпантами, с окупованными территориями. Это, кто, например, Дмитро, поясню, почему, то я не буду повторювать. Но, когда Виховная Рада Украины не способна, не то, что ухвалить такой закон, Виховная Рада Украины не способна на сместовое обговорение этого вопроса. Потому что, например, мой законопроект из червня был зарегистрированный, он даже не выносился в зал даже на обговорение. Я сейчас не говорю про ухваление. Винесите, хотя бы обговорить, чтобы общество подивилося аргументы за и против. Нет, обговорить только в ток-шоу политическом, понимаете? А Виховная Рада чему-то не хочет обговорить. Так вот, когда Виховная Рада даже такие законопроекты не обговорюются, очевидно, что, если в общество есть попит на такую справедливость, а очевидно, что в общество есть попит на эту справедливость, то, очевидно, будут сили в суспільстве, которые будут физично это блокировать. То есть, это же понимание вещей. То есть, и тут питание до влади, даже с точки зрения менеджмента, управления, государственного управления. Ну, если вы, правда, так хвилюетесь по всему этому процессу, если вы, правда, про это так хвилюетесь, то почему вы, хотя бы в парламенте, в найвищем законодательном органе страны не хотите это вопрос обговорить? Я не говорю, голосовать. Вы хотя бы возьмите один проект, не мое, не подобаеться мне, возьмите инший и обговорить. И обговорить. А выходит, а выходит, не перескакиваем, Сергей, пожалуйста, это тема следующего. а выходит так, что на превеликий жаль, я змушен конституции, вот два года проработал в Виховной Раде, что за великим рахунком Виховная Рада это, ну, такий, печатка в руках виконавчей влады, в руках банковой Грушевского, так? И то, что спускается с банковой Грушевского, так, иногда с боями, иногда с проблемами, но ставят печатку, и все нормально. Я с вами абсолютно согласен, что парламент уже давно забыл, что он живет в условиях парламентской президентской республики, давно забыл о своих функциях, но об этом обязательно обещаю, поговорим немного позже. Николай Скорик, к блокаде вернемся. Спасибо большое. Борислав Березович. Вы знаете, я вспомнил слова такого старого декоммунизированного фильма, где герой говорит, мы в государстве живем, а не в банде. Вот то, что происходит, оно однозначно попадает под статью Уголовного кодекса в части блокирования транспортных магистралей. Должно быть, если принимается такое решение, то должно быть соответствующее государственное решение. То, что сейчас происходит, это однозначное уголовное преступление, которое должно быть наказано. Исполнители, участники и заказчики этого дела однозначно должны быть наказаны. Второе. Второй аспект. Это, есть ли какие-то альтернативы углю из этих территорий. Реальные альтернативы, это либо уголь непосредственно из Российской Федерации, либо уголь там из ЮАР в три дороги. Это такой же миф, как и миф про энергонезависимость с газом, когда мы покупаем реверсный газ в Европе, зарабатывает Российская Федерация, разрабатывает Словакия и Венгрия. Украина в этом плане теряет, и государство ничего не приобретает. И третий момент, это то, что такими шагами мы выставляем свою страну на посмешище всему миру, и все каналы и наших соседей, и европейские, и Соединенных Штатов показывают Украину совершенно в негативном свете. Шаги должны быть, вот то, о чем говорилось сегодня, о том, что Украина должна вспомнить, что она парламентская, президентская республика, шаги должны быть части имплементации минских соглашений, конкретные шаги в парламенте, обсуждения этих моментов в парламенте. Должны быть наказаны и прекращена эта блокада, потому что на сегодняшний день это украинские территории, там работают украинские граждане, они действительно платят налоги в украинский бюджет, и вы показали эти колоссальные цифры, которые идут в украинский бюджет. И, кстати, одним из постановлений в конце года, прошлого года, парламент принял решение о распределении казначейских остатков на счетах Донецка и Луганска, то есть они еще платят не только в государственные, а в местные бюджеты, и при этом, когда мы говорили, что давайте предусмотрим компенсацию в последующем, когда восстановится мирное время Донецку и Луганску, потому что это их деньги городские, никто этого не сделал. Поэтому эта проблема, она имеет несколько аспектов, политический, финансовый, самое главное, государственный, и ни в одном аспекте государство Украины не предпринимает никаких усилий для того, чтобы эту проблему решить цивилизованно. Борислав Березов. Борислав, а кстати, ну вот и Киев ведь тоже эту блокаду на себе ощутил за последнюю неделю, которые хотели, как мне кажется, потрясти Украину, но так и не потрясли, но все-таки кое-какие беспорядки у нас в столице были. Почему? А блокады это беспорядки? Блокады беспорядки были в Киеве, не передергивайте. Ну конечно. А как вы отнеслись к тому, что в третью годовщину трагедии на Майдане снова на улице вышли люди? Я считаю, что чем отличаемся качественно от России, тем, что если люди недовольны властью, они могут свободно выйти на улицу и заявить об этом. Это раз. Второе. Свобода воли изъявления, это записано в закон вас, мы и каждый имеем на это право. Но это была скорее свобода воли изъявления отдельных активистов и отдельных народных депутатов. Они тоже граждане Украины, и они тоже имеют право на... Надо применение кулаков иногда. Еще раз. Они имеют право выйти, протестовать и высказывать. Но применять силу или насилие они не имеют права. Поэтому надо четко разделять. Я хочу сказать о другом. На самом деле интересная проблема существует. Проблема блокада. Есть четкое понимание, она должна быть. Есть озвучивание руководства страны, оно против блокады. Но сохраняется паритет. Никто ничего не делает. Ни в публичном срезе, нигде. Кто-нибудь видит публичное обсуждение, как выйти из этой проблемы? Нет. Кто-то видит какую-то тактику? Тоже нет. Происходит, кто кого пересидит. Это плохая идея. Абсолютно плохая идея. Потому что в итоге может никто не досидеть до финала. Это раз. Второе. В парламенте очень часто приводят пример, мы похожи на Израиль. Вот у нас, у них враги со всех сторон, и у нас враги со всех сторон. Израиль для себя сделал четкое определение. Израиль не торгует с Ливаном. Израиль не торгует с Сирией. Израиль торгует с Египтом, с которым подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Очень четко. Египет союзник Израиля. И который сектору газа помогает, где сидит Хамас. Я еще раз говорю, Израиль четко сотрудничает с той страной, которая сотрудничает с ним. Все, поэтому здесь очень хорошо. Но Израиль делает то, что выгодно Израилю. В первую очередь. Пора назвать своими именами то, что происходит. Нужно просто озвучивать и действительно говорить. Согласны украинцы на то, что вследствие прекращения блокады, потому что действительно торговля на крови, это правда, как бы мы ни говорили, это все существует. Согласны ли они, что вследствие этого действительно поднимутся тарифы, возникнут определенные проблемы, и государство должно об этом открыто говорить. Их будет покупаться уголь по 3000 гривен, но надо об этом говорить. Но также надо было спросить и правительство, и это, и предыдущее. А что ж два с половиной года до этого никто ничем не занимался? Почему нету стратегии перехода на бурый уголь, который находится на нашей территории? За два года, честно, можно было все это сделать? Можно, можно было. Почему никто не занимается торфом? А торфа у нас предостаточно. Почему никто не рассматривает альтернативные источники? На самом деле решение есть. Но ведь у нас живут как? Голову в песок и главное пересидеть сегодня. Ребята, думать нужно уже о завтра. Нужно не просто начинать разговор, а предлагать решение, которое бы привело к какому-то результату. Я хочу небольшое мое отступление. Я хочу сказать зрителям, что нам, как всегда, интересно ваше мнение и ваше участие в нашей дискуссии. На нашем сайте подробностей вы сейчас можете голосовать, отвечать на вопрос, готовы ли вынести убытки из-за блокады на Донбассе. Из-за результаты я объявлю в конце этого часа, в конце обсуждения этой темы. Раз уж мы затронули, раз уж мы затронули, мне не хотелось останавливаться на этом долго на событиях в Киеве, я хотел просто попросить Тараса Костанчука прокомментировать. Вот как вы отнеслись к воскресным событиям в центре столицы? Ну, так, неоднозначно, скажем так, потому что природнее, что доброе, что люди выходят, доброе, что высловлют свой протест. Погано, что они это делают подеколи, а не постоянно, не постоянно тиснуют на владу. Дуже погано, что на этом пиарятся политики, при том, политики неоднозначно. Неймоверно погано, это просто негидность военнослужащего, когда политики противставляют людей полицейским и говорят, снимайте из полицейских шоломы и бейте их, то это уже люди проплаченные Российской Федерацией. Это говорится, я сразу заявляю, потому что мы два года после войны, после Майдана, работали над тем, чтобы больше не было противостояния хлопцев, которые в форме, правоохранителей, против нас, против добровольцев, против украинцев, которые по этому бюджету, чтобы не было больше этого противостояния. А тут прямая провокация. Поэтому, загалом, конечно, хорошо, что люди выходят и протестуют против этой влады, которая ни черта не делает. Блокада должна быть, но там политиков не должна быть. Этот маразм, что туда поехала самопомощь, поехала самопомощь, так я вам скажу, что самопомощь, так я обещал и слово. Самопомощь фактично сейчас нивелюет эту блокаду, потому что хлопцы, там же мои побратимы, я им допомагаю, даю на бензин и так далее, чтобы они там присутні были, але я туди не еду. То есть это участие, вы думаете, может даже и развалить? Навіть развалить, потому что хлопцы скажут, ну вот, приехала Мурно, бидло, я два роки сидит в парламенте, ничего не робит, это я прямо от хлопцев. А теперь они еще приехали до нас на блокаду, тут пиаритись, все, блокада, очень коротко и Виктория вташил слово. Короткое ремонт. Две фразы просто. Первая фраза. То, что самопомощь уехала, мне интересно одно, чем они могут помочь? Они сами лягут на костми на эти самые рельсы, почему раньше не поехали? И второе, то, что они уехали из зала, они убили 37-19. Законопроект, который ждала реально вся Украина, весь бизнес, весь IT-сектор. Законопроект, который они же были локомотивом, именно их голосов не хватило, все были за. И на сегодняшний день то, что провалили один из важнейших законов, который ожидался, это 37-19. А то, что не могли изымать силовые органы фервера, это надо сказать спасибо большое ребятам и самопомощи. Это бред. И вторая, касаемо Майдана, касаемо митингов в Киеве, которые были, то, что люди выходят, имеют право. А вот то, что политики используют эту дату, используют их в своих интересах и манипулируют ими для достижения своих результатов, я надеюсь, что люди не слепые и они увидят, кто что делает. Особенно очень интересно, почему блокада началась четко так заранее, чтобы подойти именно к этой дате. Вот это самое хреновое. Виктория Абташевна. На мое глубокое переконание, работой народного депутата безумовно есть Верховная Рада. И безумовно основной функцией народного депутата есть законотворческая функция. Иначе, для чего брать эти повновидения и приревнивать себя до граждан Украины, или там маточников, ветеранов, если у народного депутата ну трошки больше повновидений у этих громадян. И меня так же обурю, как у народного депутата не ходят на свою работу и блокируют принятие важных законопроектов, в частности, который Борислав называл. Но я хочу вернуться до хронологии. Вы знаете, законопроект про окупованные территории, на сегодняшний день над ним працюет рабочая группа. Він обговоряется в парламенте. И если вы побачите заяву пана Березюка, главы фракции Самопомощь, то вы зрозумеете, что эта заява озвучивалась о 12-й године вчерашнего дня. О 12-й године фракция Самопомощь покинула парламентскую залу. У нас ждал еще целый день работы. У нас два дня прожил. И вы знаете, для меня удивлением они говорили из трибуны о том, что они покидают сессийную залу, потому что не выносится на голосование закон о окупованной территории. Но станом на 12-ю годину дня, я знаю, это от членов рабочей группы, которая работает над этим законопроектом, даже не было еще остаточного тексту, который можно выносить в сессийную залу. То для чего ж тогда маніпулювать, вказать, что начебто кто-то не выносит и не хочет голосовать за этот законопроект, потом вказать, что фракция ехать начебто на Схид, а потом подивиться заяву пана Борезюка, где он говорит, что большинство фракций поехали на Схид. Я понимаю, что даже не вся фракция. И такими своими действиями блокировать важливые законопроекты. Мы вчера провели законопроект про вылучшение серверов. Законопроект, который поддерживает бизнес, который бы унеможил проведение маски шоу на предприятиях. Если депутаты не хотят заниматься своей прямой основной функцией парламентской, то мне кажется, что им такие мандаты не нужны и нужно тут выбирать. Або вы народные депутаты и заниматься своей работой, або вы какие-то блокатели, тогда идите в принципе да, украинский народ принял бы это решение, если бы отправились воевать, наверное, в зону АТО, а не участвовать в блокаде. Неоднократно здесь звучало уже о финансовых, об экономических потерях от этой блокады. Нужно блокировать, не нужно, мы можем еще долго спорить, но так сложилось, что на сегодняшний день эта блокада из-за бездействия власти последние два года, но все-таки несет же экономические потери для страны. Рождает эти потери. Говорят о двух миллиардах потери в металлургии. Нам нужно будет, возможно, закупать за валюту еще уголь. Как это все отразится на той же судьбе гривни? Какими миллиардами это все может... Да, у нас есть два эксперта, экономический эксперт Олег Устенко и целый замглавы Министерства финансов Евгений Капину, спасибо вам, что пришли. Вот сейчас слово вам. Госсекретарь. А, вы госсекретарь, извините, да, простите. Но сейчас слово вам. Нас волнует экономический разрез вот этой всей ситуации. Пожалуйста. Я бы сказал так. Вообще надо очень четко понимать, что когда речь идет о блокаде, здесь нет по большому счету экономического среза. То есть это политическое решение. Хотите политически, блокируете. не хотите, снимаете блокаду, но тогда об этом не говорите. Экономически надо понимать, что есть несколько последствий в разных плоскостях. Оккупированная территория это порядка 5-6 миллиардов долларов по прошлому году. Определитесь, вы готовы к ВВП минус 5-6 процентов? Если да, идите на этот шаг. Второе, не забывайте, что тут есть и во многих решениях есть скрытые интересы. Если предположить, что коррупционный налог с той территории на нашу территорию дает возможность зарабатывать порядка 20% от этой суммы, то мы говорим о том, что кто-то в своих собственных карманах потеряет порядка 1,2 миллиарда долларов. Этот кто-то влияет на решение парламента или на политическое решение? Подумайте по поводу этого среза проблемы. Думайте по поводу того, что в общем-то та территория, продавая нам на 5-6 миллиардов долларов или даже на 2-3, потому что есть разная и не очень четкая статистика. Допустим, если это 3 миллиарда долларов, если мы покупаем сейчас от них за гривны, потом мы должны будем покупать за 3 миллиарда, но за пределами страны. это значит, что к торговому балансу вы получите дополнительный минус и потребность финансирования, которая существует на текущий 2017 год в минимальном объеме 5 миллиардов долларов, который украинский Минфин до сих пор не знает, каким образом будет закрывать, добавим туда еще 3 миллиарда долларов, и тогда надо будет искать где-то дополнительный источник ресурса. Не сложно предположить, что макроэкономические явления связаны между собой, и тогда, конечно, при невозможности поиска дополнительного денежного ресурса извне, а это будет невозможно, надо тогда понимать и идти с открытыми глазами на то, что возможно проседание гривны. Более того, возможно накопление дополнительного долга, который на Украине и без того колоссальный. Более того, дополнительного импульса для развития экономики тоже не будет, но опять-таки это чисто экономическое решение, которое абсолютно не имеет... еще одно, давайте танки будем продавать, чтобы больше грошей заработки бюджета. Нет, подождите, я не говорю... секунду, секунду, я не говорю ни да, ни нет, я вам говорю просто экономически. Более того, Дмитрий, обвит... Дмитрий, мне кажется, все-таки не экспертов здесь сейчас нужно обвинять в сложившейся ситуации. А если вы посмотрите... А если вы посмотрите доклад Стокгольмского института, который занимается подсчетами продаж, вы увидите вооружение... Мира он называется. Да, да, Мира, правда. Мы занимаем, мы входим в топ-20 стран, продающих вооружение, мы занимаем 11 место в этом топе, и 50% нашего вооружения мы продаем Российской Федерации. Поэтому сначала политика... Определитесь по поводу, господа политики, определитесь, чего вы точно хотите от жизни, а потом экономисты, эксперты-экономисты... Господин госсекретарь. Спасибо. Господин госсекретарь. А это лучше, кстати, чем первый замминистра? Вот мне интересно. У вас полномочий больше? Жизнь покажет. Жизнь покажет. Хорошо. Это более стабильно. Я правильно сделаю вывод, если скажу, что сейчас нам кредит МВФ, ну, наверное, кровь из нас нужно получить. При вот таких вот прогнозах экспертов. Если можно, я повернусь до своей тези. Да, но потом все-таки... Да, конечно, но мой вопрос тоже не задавайте. Если с приводу кредит МВФ, нам, как я говорил и раньше, он потребен в первую очередь для того, чтобы мы получили свою инвестиционную привабливость на международных рынках. Если повернуться к теме, которая у нас рассматривалась, то я хотел бы зазначити, что нужно, в правдю, враховываться ряд чинников. Если мы говорим про то, что деньги идут на неподконтрольную территорию, ни одной копейки государственных денег на неподконтрольную территорию не идут. Если мы говорим с приводу закупивки вугилья иззовно, это в первую очередь мы должны понимать, что поднимается цена в два раза или даже выше, с урахованием логистики и других показателей. А сколько сегодня цена на вугилье, если можно? 1600, на моей памяти... 730 називалось, даже в этой ситуации. 730. Если мы беремо, что цена поднимется в два раза, соответственно, и вартость электроэнергии и других джерел должна также подниматься. И, соответственно, наши люди должны будут платить больше денег за ту электроэнергию, которую они потребуют. Если поднимается вопрос с точки зрения того, что мы продаем определенный объект электроэнергии, нужно враховывать баланс, который в стране в производстве. Потому что, если вы производится электроэнергия атомной электростанции, она должна куда-то переходить. И, соответственно, есть определенная торговля, и это связано с балансом и с другими вещами. Это теплоэлектростанция. Если говорить с приводу того, как это позитивно или не позитивно, на сегодня мы однозначно не представитель Министерства энергетики, это представитель Министерства финансов. Я так сказал, что атомная электростанция, я поясню, Бурштинская ТЭС это теплоэлектростанция. И вугилля туда везут как раз с окупованной территорией, а потом эту энергию продают за валюту, наголошу. Там, до речи, а два тысячи працівники перекривали дорогу. А можно запитати, от ви вважаете, что на данном этапе ее лучше остановить? И что хай люди у нас тратят и работу и еще? Чи взагалі лучше остановить металлургию? И чтобы так же металлургия у нас не працювала? И так же у нас не было никакого возможности працевлаштовать люди, которые там працювали? Не переключайте, нас лякают верными отключениями. А я скажу, где эту энергию, так? Для того, дивиться, премьер-министр каже, у нас будут верливые отключения. Того же дня на встрече с премьер-министром Молдовы, он с ним договорится про сближение постачания электроэнергии из Украины. Ну, послушайте, ну что мають украинцы подумать про это? Что там плохого? Что там плохого? Объясните. Там есть запорожская атомная электростанция, с которой можно эту электроэнергию заблагировать, я так понимаю, что просто продавать, да, продавать заблокировать, вы предлагаете заблокировать поставку из России ТВЭЛа, для того, чтобы наши атомная электростанцию остановились? Я вам скажу, как дипломовый механик, на ТЭЦ ТВЭЛе снимаю. Давайте говорить политические выводы, здесь правильно Алексей говорил, эксперт говорил, политические выводы. Неужто вы не понимаете, что Россия вам навязывает изоляцию Донбасса? Она навязала Приднестровья изолировать? Россия навязала Азербайджану изолировать Атхазию? 28 лет война идет и Приднестровья 25. Вы разве этого не понимаете? Максим, спасибо. Евгений, вы можете закончить. Я завершу. Но Кора завязал заканчивание. На сегодня, на сегодня, Максим, госсекретарь выступает. Я ж тому и перепутал, как Абхазия в Азербайджане. На сегодня ТЭЦ ТВЭЛе приведет до того, что у нас могут быть люди, которые не будут получать заработную плату. На сегодня у нас могут быть случаи, когда зупинятся определенные предприятияства, которые не смогут также выработать, зокрема, металлургию. И на сегодня это может замовить необходимость подвищения вартости электроэнергии для наших людей. Это решение, которое нужно обработать. Хороший вопрос. Понимают ли политики, представляющие все фронты, что ответственность? Два слова еще можно. Я не забуду свою мысль. Пожалуйста, заканчивайте. Кроме того, если бы все-таки разговаривали, что ничего не было сделано из вопроса энергии эффективности, я хотел бы поделиться на энергобаланс, насколько он снизился за последние годы. Сколько денег было вкладано, не только промысловое, сколько денег было вкладано на энергосбережение для людей на сегодня, в этом году, в прошлом году. И это не можно говорить о том, что ничего не случилось. Сегодня работает уряд над тем, чтобы снижить свою энергозалежность. Но этого не можно сделать просто-напросто одним другом. Евгений, здесь просто мой ответ, но это уже не вам, это не ваша парафия, не Министерство финансов, наверное, все-таки должно было все эти два с лишним года разрабатывать план энергонезависимости нашей страны на случай вот таких вот блокад, хотя бы с той стороны. Почему два года никто не думал о том, что заблокировать в любой момент может Захарченко по приказу Кремля? Это могло произойти в любой день. Почему-то же надеялись на эту торговлю и на то, что этот уголек все равно придет. Понимаете? Вопрос в другом. Вы нарисовали не очень радужные перспективы и Олег, и вы, Евгений, и финансовые потери экономические, ну не коллапс, но там рецессия какая-то и потеря рабочих мест. Понимают ли политики, что когда это все произойдет, если произойдет, да после первого верного отключения, Сергей, не будет украинский народ думать и вспоминать, кто поддерживал эту блокаду, а кто нет. Вы все оптом ответите так минимум падением рейтинга. Я Вам скажу больше. Сергей, не будет верных отключений. Давайте говорить серьезно. Алексей, вдруг я сказал. Тут питание, по-перше, не рейтингов, это первое. Тут питание державной политики и сбережения украинской державы как такой. И рейтинги тут абсолютно не при чем. Это по-перше. По-друге, слушая шанованого державного секретаря Министерства финансов, у меня, знаете, выражение какого-то сюра. Он говорит про инвестиционную привабливость страны, которая перебывает под оружием своего соседа, которая добьется инвестиционную привабливость воюющей страны. Азербайджан, поедьте посмотрите. Азербайджан. Тому первое вопрос. Там такая же была. Поедьте посмотрите. Азербайджан. Поедьте спросите, где был Паниковский. Паниковский был слепой. Тому повертающись, нам нужно вырешить первое вопрос. Потому у нас почему-то вот такое раздвоение личности Потому что мы, с одного боку, говорим, что мы воюющая страна, а с другого боку, мы ничего не делаем, как воюющая страна, кроме мантера про Минский процесс. Ничего больше не случается. Верните внимание, европейские страны, которые не перебывают в состоянии подзбройной агрессии Российской Федерации, они проводят санкции, они потерпают экономически, понимая, почему они это делают. А мы, как держава, чему-то этого не понимаем. Я за то, чтобы разделить белое-билое, а черное-черное. У нас есть бройная агрессия раз, мы не можем торговать с Крымой агрессивом два. Сергей, вы уже начинаете повторяться. Спасибо. Мы вас поняли. Александр Мартынович, а вот вам снова тот же вопрос, с которого я начинал программу, которую я вам адресовал. Вот теперь вы все это послушали. И как вы думаете, как быстро мы решим все эти вопросы, Украина решит? Как долго еще будет блокада? И во что это все вылезет? Знаете, в наших условиях прогнозировать что-то очень тяжело, потому что, как мы знаем, это трудно прогнозируемо и трудно предсказуемо действие. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, конечно, что в последнее время показало, что мало, к сожалению, в том числе, при этом мало что меняется. Сегодня говорили о том, что процесс стоит, да, люди стоят на рельсах, правительство на это все смотрит. И, в общем, где-то, прямо скажем, боится трогать этих людей, а где-то не хочет. И как-то оно само собой рассосется. Не рассосется, это раз. Конечно, мы должны понимать о рисках. Я в этом смысле Остенко поддерживаю. Должны быть четко просчитаны все риски, в том числе и разрывы этих хозяйственных связей, разрывы цепочек, финансовые затраты. Мы должны это все посчитать и сказать людям, людям, вы готовы на это все? Вот вы задали этот вопрос. Кстати, хорошо, что напомнили. А покажите-ка нам результаты, вы продолжайте это, пожалуйста. На самом деле, вы спрашиваете... Покажите результаты опроса, готовы люди или нет. Вот как раз вам сразу это будет дополнением и иллюстрацией к вашему выступлению. Ну, просто люди не совсем понимают, готовы на что. Потому что, я говорю, надо четко объяснить... 90% не готовы. Ну, они... Не, они просто не знают, на что готовы. Ну, я, отвечаю на этот вопрос, ждал бы верных отключений, которые предлагают. Нет, нет, нет. У них все есть. Звычайно, люди не готовы этого ждать. Они же не знают каких. В тот период, когда премьер-министр публично заявляет, люди, через государственные предприятия минулого года вкрали 50 миллиардов, а вы будете готовы затянуть паски. Звычайно, что никто не хочет, разумеючи, ревень коррупции в высшем эшелоне влады, никто не готовы истраживаться. Александр, да. Это же двери? Да. Александр, 20 секунд. Вы знаете, я закончу. Мне кажется, надо все-таки... Я понимаю, что это все комплексные проблемы, но надо все-таки разделять. Воровство бюджета это воровство бюджета, и в данном случае конкретная тема блокады этой Орды и Орла, это блокада Орды и Орла. Потому что мы никогда не договоримся. Мы всегда будем говорить, что, ребята, деньги есть, только их не надо красть, а потом выяснится о том, что в этот момент будет приниматься решение, которое будет явно влиять на нашу стабильность. Это бесполезный разговор, это демагогия. На самом деле, надо четко понять, да, вот разделить эти вещи. Воровство есть воровство, а экономические посредствия вот таких решений это экономические посредства. Вы все правильно говорите. Александр, нужно разделить вещи, нужно искать компромиссы. Одно мы сегодня точно с вами знаем. Искать эти компромиссы и разделять, и спорить в ближайшие две недели в парламенте не будут. Искать решение этого в парламенте в ближайшие две недели об этом не заговорят. По одной простой причине. Парламент у нас снова отдыхает. И вот подобной ситуации для нас... Ну не отдыхает, да Алексей же. Ну не отдыхает. Мы уже сто раз спорили. Борислав, вы не отдыхаете, я знаю. Вы бываете и на уходе, и у себя все. Ну давайте не обобщайтесь. Ну большинство из вас отдыхает. Как говорите, а я не обобщаюсь. Отдыхает. Или вы хотите выгородить тех, кто едет, и кто поедет на море. Сергей работает в комитетах, Двима работает. Ну по крайней мере. Послушайте, ну не обобщайте. Две недели ближайшие... Уж я, наверное... Я нивелирую уважение к депутатам, Борислав. Да, 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 да. Я, 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 это не вы, которые бегают с дуном по парламенту, позорят каждого своего коллегу, который не пришел на заседание. А я после этого нивелирую. Я продолжу нивелировать все мыслимые и немыслимые статусы в этой стране через несколько минут рекламы. Дождитесь. Это черная зеркала. Спасибо, что дождались. Здесь мы продолжим, если, конечно, мне это даст делать возмущенный Борислав Березов. Вы за время рекламной паузы, я надеюсь, уже постыли, Борислав? Я еще даже не начинал. Но если серьезно говорить, то знаете, Алексей, вот вы мне про ждуна сказали, так вот лучше со ждуном в Верховной Раде, чем в болоте сидеть, которое там сейчас находится. По одной причине. Вы хотите куклами ждуна сушить это болото? Нет, я надеюсь просто, что проблема привлечет внимание. Как минимум к тому, что депутаты не ходят, а ждун, и все украинцы ждут, когда депутат начнет ходить по работе. Хорошо, но я вижу, вы успокоились, я продолжу с вашего разрешения. Спасибо. О чем хотелось поговорить сейчас? О сватании на Грушевского. На этой неделе в парламенте произошла какая-то странная вещь. То ли разорвали свидетельства о разводе, то ли сыграли какую-то тихую свадьбу. Если тихую свадьбу играли, то она очень странная, потому что эти партнеры в браке, в общем-то, уже состояли, друг друга знают хорошо. Чем закончится этот новый союз на троих, понять пока сложно, но попытаться выяснить нужно. Прошу, спасибо. Спасибо. Сергей Рудик, сколько голосов коалиция может собрать сейчас, если честно? Больше 200 хотя бы уже есть? Я думаю, что судячи по тому, что на этом тижне мы приняли особую виторию, очень большую количество голосов, законопроекты, перепрошу, коалиция живет никогда. Потому что мы живем в демократическом суспильстве, и коалиция живет доти, доки принимаются законы в нашем дежуре. Була цикава риторика коллегой из Батьківщины, который наполягал, что как раз говорил про то, что вовторок был очень успешен для голосования. И ведущий питает его, так это же благодаря коалиции? Нет, это благодаря тому, что мы, представители других фракций, работаем. Когда говорят про то, что не добирают голосов стабильно, кто виден? Коалиция. Так ваш обвязок давать 226, это обвязок ваш. А вы даете 150. Где написано, вы юрист, где написано, что 226 это обвязок коалиции? Покажите мне статью Конституции, закону. Скажите, пожалуйста. Покажите статью. Можна я вам ответим? Можна? Скажите, пожалуйста, в каком законе написано, что сходится на сходе, а заходится на заходе? В вашем варианте так в законе немало. Хорошо. Доварищи, товарищи, товарищи. Не простые вещи, а есть все. Юрист, который мне не имеет ответственность на простое, как дверь из-за вопроса, и обратится к аудитории с тем контроверсийной ответственность, то ты заслуговываешь на это аплодисменты? Нет, я рад, что коллега из коалиции вважает, что то, что сонце сходится на сходе, а заходится на заходе, является контроверсийным. Это я понял. Максим, что за декларация единства была у вас подписана с радикальной партией Ляшко? Что вообще означает этот документ? Зачем вы его и подписывали, и разрабатывали? И во что это все выльется? Дайте дослушать вопрос, потому что потом... Пытание просто, что вас объедет из радикальной партии Ляшко? Хорошо. Алексей, я думаю, что я услышал ваш вопрос, что объединяет, но перед этим я не могу не пралификсировать на Сергея. Я помню, не совсем далекий 2007-2008 год, аналогичная ситуация. Юлия Владимировна Тимошенко, премьер-министр Украины, у нее вообще нет голосов, но она говорит, что у нее есть коалиция, стабильность, и она общелюбимая. Поэтому я понимаю. Максим, Максим, Сергей, я за вас отвечу. Максим, поэтому вы, как представители нового поколения, должны были хотя бы в течение этого года показать нам список с подписями членов коалиции. Я прошу вас лично об этом уже год. Никто, все делают вид, что первое слово. Алексей, если бы я был хранителем списка, я бы вам показал. Можно мне официально ответить на это вопрос? Голова Верховной Ради в листе написал, что коалиция... У меня дублер есть просто. Я прошу, до меня не звернули. Вы продолжите, я продолжу. Значит, что кількість склада коалиции может назвать секретарят коалиции, который так и не был создан. Это я вам дослежно. Прекрасно. Цитую. Уявите, это вообще саму ответ. То есть, в принципе, это никого на сегодняшний день не цикавит, а имеет на уважение самой коалиции. Чи есть, нет голосов, потому что голосов они добирают, добирают... Возникает тогда вопрос, почему зарплату, например, депутатам, не выплачивает какой-нибудь там Верховный Совет Бухгалтерии, который тоже не создан. А почему нет? И, до речи, в журному законе не передбачено. И в журному законе не передбачено. Абсолютно. Максим, продолжайте. Давайте все-таки вот к этому союзу. Что вы сообразили на троих? Объясните. Я поясню, что произошло. Что вы сообразили, а потом на троих? Сергей, я рассмотрю вашу кандидатуру в качестве соведущего, когда вы перестанете быть депутатом. Я очень дорогой. У вас хорошее чувство юмора? У вас хорошее тандем получится тут еще. Но пока вы депутат, поэтому пока слушайтесь меня. Максим, что за декларация единства? Зачем? И почему? Ведущим мы свободные люди. У меня не будет депутатом. Пути разглядывай. Собрала на своей платформе три политические силы. Народный фронт, который был представлен руководителем фракции Народного фронта Максим Бурбак. Блок Петра Порошенко был представлен представителем президента Украины Верховной Ради Украины Артуром Герасимовым. Мы это видели. И пришел Олег Вович. Мы видели. Да, мы видели. И договорились о принципах, которые сегодня объединяют конструктивные демократические силы Верховной Ради Украины. Которые договорились о том, что они не враждуют между собой, потому что в результате будет уничтожена Украина как государство. Потому что мы договорились о том, что помним историю Украины 20 века, когда внутри Украины был срач, бардак. В результате воспользовались большевики с Москвой. А вы просили друг другу последний год ваших отношений, когда вы уничтожали друг друга в комментариях, и партия Лешко с вами громко разводилась? Я объясню о том, что фракции парламента, это не муж и жена, которые женятся по любви. Они избираются в украинский парламент для того, чтобы менять и делать прийти. Окей, если у вас единство цели, вы собираетесь на одной платформе, то почему вы подписываете какую-то декларацию, но не объединяетесь, не заявляете о вхождении нового члена в коалицию? Дайте срок. Дайте срок, это первое. Пять лет. Второе. Первая из коалиции сбежала и испугалась ответственности Батьковщина, потому что они изначально были настроены идти на развал всех отношений. Потом была самопомощь, которая, как страус, голову в песок бросила. А Лешко имеет всегда особое мнение со своей фракцией и много конструктивных, хороших законопроектов. Да, эмоций тоже много. То есть предали вас трое, но один при этом молодец. Но при этом мы сегодня продолжаем. Господа, проукраинские, которые себя развивают, про демократические силы. Милости просим в коалицию, берем ответственность за развитие страны. Не, подождите, подождите. Не скажу, что есть. Одна и марка всего. Уже история Украины знает такое объединение, где проукраинские силы собрались и на сегодняшний день господин Мороз политический труп. И это было в недавнем прошлом. То же самое объяснили, что это необходимо Украине. То же самое рассказали, что то же самое рассказали Я правильно понимаю, что вы сейчас намекаете на... И закончилось все, что где социалистическая партия, где Мороз. Да, он стал тогда спикером. Ну а что получилось в итоге? Знать всем. Ну, раз уж вы сказали А, говорите Б. Я правильно понимаю, что вы намекаете на то, на те слухи, что Ляшко требует себе постспикера? Я не... Меня здесь слушает кто-то или нет? Ну простите, пожалуйста. Борисов, я правильно понимаю, что вы намекаете на те слухи о том, что Ляшко требует себе кресло спикера? Нет, слухи можно обсуждать сколько угодно. Но я думаю, лучше спрашивать не слухи, а первоисточники, как минимум участников этих регионов. Сергей, Максим, требует Ляшко себе спикерство или нет? Светки я знаю. Светки я знаю. Вы не знаете? Он же на одной платформе, как говорится. Хорошо, вы не на той платформе. Максим, вы на этой платформе. Светки я не знаю. Что требует Ляшко за вхождение в коалицию, возвращение в коалицию? Ну, во-первых, он в нее еще пока не входит. Он входит. Давайте говорить об этом объективно. Но он нужен коалиции? Мы не будем предугадывать события, которые могут произойти или могут не произойти. Самое главное, что в Верховной Раде Украины есть коалиция. И есть те люди, которые берут ответственность работать на благо Украины. Такой фракции есть. Да, это мы с ним уже. Я сейчас депутатам дам слово, но потом, мне кажется, без экспертов не обойтись. Свои собственные политические амбиции может пожертвовать ради народного блага. А у нас у многих жажда власти мозги отключает. Это вы сейчас кому посылок послали? Тому, кто хочет стать спикером? Нет, я имею в виду тех, которые мечтают стать всеми на свете за национальности. А это было просто в воздух. Спасибо. Тарас Агармой, это кто? Что из услышанных ты можешь добавить в свою информацию? Ну, можно сказать, что нужно разразить вопросы. Иснувание самой коалиции с промоенностью, все же таки по деяких вопросам, собирать 250-300 голосов. Это две разные вещи. Если говорить про юридическую площадку, то списки в коалиции мы не видели. И минулий парламент был распущен именно через то, что распалася коалиция, как это написано в нашей Конституции. А что касается декларации, которая была, это... Есть сейчас юридические основания для того, чтобы распустить парламент? Конечно, есть уже больше года, потому что у нас нет коалиции, никто не видел паперов. Есть право, 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 есть право президента распустить право. Давайте я закончу. А что означает, что означает, что означает, что означает, что эта декларация, вона, ну, Ляшко, я не думаю, что он такой, ну, таки недологий политик, и не понимает, что в коалицию он никогда не будет вступать, потому что его рейтинг партии, мабуть, превышает уже двух партий, которые в коалиции. А в коалицию он не вступит. А если спикера дадут? Не вступит, а я могу сейчас спереджаться. А зачем тогда ему давать спикера, если он в коалицию не вступит? А, это будет декларация, это сурагат, поддержка того, что начало создание уявления, что существует коалиция в данном случае. Если, сути, теоретично ему дадут спикера, так, знаете, послугу, наши политики, послугу, которую уже дали, вона уже ничего не варта там, да, а, то есть ничего не будет происходить, так что давайте будем, и дальше будет ситуативно Ляшко поддерживать або БПП, або Народного фронта, потому что Ляшко понимает, что в этой декларации он не сильнейший гравит сейчас, потому что у него наивысший рейтинг. Ну, вряд ли, что партия будет поддерживать основу, только связанную подписами в этой декларации. Наверняка же будут какие-то взаиморасчеты. А будет, 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 это самое, что происходит. Ситуативно, нет, ситуативно, в принципе, и Банково, и Кабмин могут набраться голосов, никто на это не заперечивает, что, возможно, существует ситуативно. Но юридично, если выходит, сути, с юридично, если это новый парламент, европейский парламент, который мы строим на Украину, то он должен быть распущен, вот и все. Владимир Фисенко, а как вы оцениваете и новости о том, что Ляшко хочет стать спикером и может стать спикером, но его возможности? Ну, я, во-первых, не уверен, что он уж так хочет стать спикером. Я могу сослаться даже на собственный разговор с Олегом. Он, на самом деле, исходит из очень простой вещи. Ему сейчас не нужны выборы. Вот, это ответ на вот эту версию. Ему не нужны выборы. И на самом деле, вот этот документ, это намек всем остальным. Ребята, вы хотите выборы, а мы вам показываем, что если вдруг, не дай бог, что-то такое станется, выйдет, допустим, 10 депутатов из БПП или что-то еще, вот мы только тогда в этом случае войдем в коалицию для того, чтобы не было выборов. Вот и все. Это намек. Я, кстати, согласен с тем, что, во всяком случае, пока в ближайшей перспективе никто никуда вступать не будет. Да, это намек на брачный договор возможный, это даже не помолвка, а намек на возможную помолвку. Это игра для парламента, даже не для публики. Заметьте, документ широко не оглашается. Нет какой-то большой дискуссии, нет там разговоров каких-то. Презентации. Да, презентации, нет. Заключили, вот внутри тусовки парламентской это обсуждается, но никто спешить не будет. Вот когда у нас в политике и в нашем общине появляется много полуарщины, намеков, полунамеков, полудоговоров, мне все время хочется услышать резвый голос со стороны. Поэтому, Тарас Констанчук, скажите вы, а как со стороны это смотрится? Ну, абсолютно жахливо. Такое гвалтование парламентаризма на очах у людей в Украине. То есть сидят депутаты, ну, тут депутаты, в парламенте депутаты, про что-то договорятся. Никто не видит этой коалиции, где юре, мне как юрист, там волосы вооружаются на теле кругом, когда мне говорят, у нас коалиция есть, но мы не покажем ее списки протягом года. Теперь нам говорят, что туда долучилась какая-то группа людей, там, с Ляшко, эта партия, и тоже это не коалиция, но они натякают на то, что если выйдут там депутаты какие-то, то они тогда выйдут. Ну, бред с его и кабил. Вот просто людям с этой стороны страшно слушать, страшно спостерегать, я вам гарантую. Ну, не большие страхи, слушайте, им байдуже, им байдуже, вот вся эта парламентская колотнеча, им байдуже. Их хвалюют тарифы, их хвалюют вугилья и так далее. Владимир, Владимир, наши политики так работают хорошо, что люди начинают уже просто понимать, что они никогда не решат проблемы. Тарифы, зарплаты, пенсии, люди уже видят и знают, на кого перекладывать ответственность. Александр Мартынин, к вам слово. Я все-таки. Знаете, тут проблема еще от чего, мы сейчас вспоминали седьмой и восьмой годы, это все правильно. Кстати, очень похоже на то, что было тогда. Но проблема это в другом, о том, что этот парламент, который пришел в четырнадцатом году после Майдана, он-то себя, во всяком случае, движущие силы Майдана, позиционирует как новые, что это новая политика, что мы меняем правила игры, что мы, то есть, правила, не игры, мы не играемся, мы работаем, мы меняем правила, мы новые политики. А что ж получается, что на самом деле политики, мы, все, вся та же самая, вот эта межконфессионная, что я сказал, межпарламентская тусовка. А правильно, а правильно сказали, правильно сказали. Эти все терки и разборки продолжаются и очень напоминают то, что было десять лет назад и восемь лет назад. Кстати, да, после десятого года действительно не было, там было полный порядок. Входу варят те, которые были в седьмом году. Вот, что проблема. Знаете, на самом деле ответственны все, я считаю. И те, кто, про потенциал есть, вот это вот, ну, имею в виду 13 голосований по одному и тоже законопроекту. Ребят, ну, есть же регламент. Вы же, в конце концов, это соблюдение закона. Новая политика, это соблюдение законов. Таких хороших, неважно, законов. Мы живем по закону, а не по понятиям. Правильно? Правильно. Так при чем тут 13 голосований, потенциал есть? Это что такое? А что такое? А вас извещает, опоздал депутат, надо переголосовать. Ну, это тоже, я же говорю, ну, 13. Давайте еще поднажмем. Ну, это я сейчас предыдущий респект начал. Александр, а сейчас как поднажмем... А Пасенко вас запытает, это написано в регламенте зараз. Не, ну, я сейчас о другом. Неформально буду говорить. Неправильно, механизм расторжения коалиции. Вот когда, допустим, БПП и Народный фронт между собой расходятся, тогда понятно, что коалиции нет. Я сейчас расскажу. А вот механизм установления, сколько депутатов коалиции, формально... Про 13... Про 13... Где прецедент? Где прецедент? Есть 226 или нет? Это чистое фарисейство. Есть ли цена вопроса спокойствия членов коалиции? 14-й процентации. Есть ли цена вопроса спокойствия членов коалиции, спикерства Ляшко? Сколько голосов может собраться в парламенте за такое решение? Дмитрий, вы можете прогнозировать? Я... Я не хочу спрашивать представителей фракции БПП, о слухах, которые ходят, что этот вопрос может расколоть даже фракцию БПП. Нет, я вам отвечу. Я вам отвечу. Сплотит это? Нельзя обсуждать то, чего нет в повестке дня. Хорошо. Я в середині парламенту також слухаю, дивлюся, бачу, что знаю, чего-то, я, соответственно, не знаю. Но давайте возьмемо за аксиому те, кому найневигідніші взагалі вибори в парламенте. Это фракции «Народный фронт». З ее нульовым после Ясенюка всех витребенек и, по сути, злочин, которые он делал. Что такое «Народный фронт» и БПП? Это два таких сиамских близняка, которые, на самом деле, один одного ненавидят. Начиная с самого верху, так? И, за квершу, еще дальше. Хотя в этой фракции есть абсолютно хорошие и порядные депутаты. Но, конечно, не в депутатах, а в их лидерах. Которые, по великому рахунку, разделили страну. Не разделили Крыму, чтобы ее сделать лучшую. Разделили страну, чтобы здесь взять схема, здесь схема и здесь схема. Что делает президент? Президент, не хочешь делиться, ну, умомно говорим, президентская БПП, давайте вот так. Если ты хочешь делиться за «Народный фронт», то меня он постоянно погрожает за те или иные вещи. Там Аваков его не влаштовывает, это, естественно, он из Украины не влаштовывает, так? Я только хотел сказать, что вот на вот этой системе противовесов уже три года у нас сидят два министра Петренко и Аваков. Политичная доценность, потому что, ну, вот эта самая коллекция. Он говорит, я распущу. И это постоянно домоклифмач висит над «Народным фронтом», так? А, очень серьезно. И именно «Народный фронт» сейчас прикладывал все усилия, все максимальные усилия, потому что анонсировалось это подписание меморандума, в первую очередь, это «Народный фронт» и «Радикальная партия». Для того, чтобы ее подтянуть. Но, вы говорите, одна справа, что сегодня выступать в палку с трибуны, так и защищать людей. Мне не шкода, до речи, что тут нет представителей «Радикальной партии», в связи, чтобы почути мотивацию. А еще раз, знаете, я проанализировал спильные голосования. Просто спильные голосования. Вот, например, «Радикальная партия» в 95% спильно голосует, 95% с «Народным фронтом» и 96% с «БПП». А теперь, згадаем, так звану, бюджетную нишу. После декларации 100% дадут. Памятаете? Сенсации. Я прошу. Просто сенсации. Далее, Максим, Максим. Да, и законы принимаются. Можно дальше продолжить? Если коротко только, да, Дмитрий Захачев. Ганедные изменения для податкового кодекса, там, где было 2% ренты, памятаете? А где было изменение пунктов для грального бизнеса к кинцевым бенефициарям, в котором есть россияне, это главное. Почекай секундочку. Значит, голосовали. Далее, наступное. Там, где 51-30, где позбавление социальных пильг, зменшение степени. Дмитрий, если вы говорите о 95% поддержке, то перечислять законопроекты вы будете долго. Нет, это очень колоритные. Они очень серьезно и кардинально, радикально, я бы сказал, связываются с риторикой, которую слышат люди. Потому что, по факту, люди не заходят на сайт Рада ГОФВЕЙ и не дивляться, а треба заходить. А треба заходить и дивиться на эти голосования. Потому что, позбавляючи пильг студентов, вот они сейчас тут стоят, чтобы они правильно понимаете, а ратующие с трибуны за то, что они за студентов и за молодь, позбавляючи, зараз малий бизнес по этому, по этому, збільшение этого единого социального внеска, это все голосование. И, наконец-то, остальная крапля, голосование за бюджет, какие-то с этими изменениями просто неможливо было принимать в этом случае, понимаете? А я просто хотел бы напомнить, что в прошлый год бюджет, где за 2 часа до его принятия, сперва было говорить, что мы не проголосуем, потому что скоро небо попадет на землю, а через 2 часа после строчки в этом бюджете проголосовать за него. Еще раз скажу, я шкодую, что тут нет представителей Радикарно-Партии, для того, чтобы запитать его. Короткая реплика про спикерство Ляшкаба, это важливо. Но, на самом деле, обратите внимание, мы с вами обговорим политический меморандум, который подписал 2 наибольших фракций парламента с третьей фракцией. При этом мы с вами не обговорим, на каких идеологических засадах они объединятся, и что они предлагают украинские... Можно я закончу? Можно я закончу? Можно я закончу? Дякую. Так вот, мы не обговорим, что они предлагают украинской державе, а мы обговорим, что они обговорят, что будет Ляшко с фикером, или не будет. Это рефлексия украинского парламента сегодня. Мы тоже предложили объединяться в украинском парламенте. Да, вы правы. Это то, как выглядит украинский парламент на сегодня. Это то, что думает об украинском парламенте общества. Все прекрасно понимают, что никто не объединяется идеологически. Мы предложили объединяться вокруг закону про оккупованные территории. Мы предложили объединяться вокруг механизма снижения тарифов, хотя бы его обговорения. Мы предложили объединяться вокруг знания депутатской недоторганности. Мы предложили объединяться вокруг обговорения эффективной податковой реформи. Нет, этого никто не посещал. Ну а должности делили? Ну честно скажите. А? А должности обсуждали? Нет. Никогда. А я вам скажу больше, когда нам пропонували зайти в коалицию в минулий раз, мы с жодных посад не обговоривали, с жодных. Ну как? Два миссии у меня есть. Смотрите, состоится, состоится, состоится в официальном блоге. Дмитрий Добродомов вспомнил о министре, которому удалось пережить уже двух премьеров, я вспомнил о втором министре. То есть у нас есть целых два представителя кабинета министров, которые продержались уже три года. Три? Три года. А Кириленко? А, Кириленко. Но Кириленко менял свое кресло. Кириленко менял. Кириленко менял. Кириленко был министром, а затем стал, да, вице-профессором. Аваков и Петренко. Аваков и Петренко. Интересно, четырехлетие они тоже отметят через год? Используя вот эту систему. И на новый пример министр. Да, это, боже, я, дивиться, у нас все, что поясняется, это поясняется політичной доцельностью. У нас нет вопроса за профессиональными узнаками и за всем остатом. Еще раз на этом я наголошу. И на сегодняшний день, я всегда говорил, когда по Фрейду, глава фракции... Дмитрий, ну а я вам скажу, вдруг они остаются на своих креслах, в своих креслах так долго, потому что просто работают у них, хорошо работают. Вы слышали, как он проговорился, глава фракции БПП по Фрейду. Когда его прямо запитали в коалицию, он сказал, так, подивите на голосование за бюджет. 270 депутатов. А теперь, пожалуйста, обратите внимание, пожалуйста, на этих депутатов, и вы понимаете, что такое справедливая коалиция. Две аллергологические группы, отроджение недавно, до речи, один из чиновников БПП сказал, что им... Фрейд был сексолог. Я прошу, я прошу. Сексолог. Нещодавно, 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 один из представителей БПП сказал абсолютно чиро, нам же с теми группами, он имел на увазе волю народа и отроджение, стало дуже дорого в прямом розумении этого слова домовлятися. Я так розумію, что с радикальной фракцией дешевше. Ну, смотрите, я все-таки хочу, вот хочу продолжить свою мысль. А вдруг эти два министра занимают три уже, да, как мы выясняли, три члена Кабмина. Занимают свои места так долго, потому что они хорошо работают. Вот на этой неделе, смотрите, был показательный пример. Не успели украсть депутата, как уже все раскрыли. До этого, до этого второго, другого народного депутата, я имею в виду Антона Геращенко, не успели подорвать, не успели подорвать. Хорошо, значит, работают наши правоохранительные органы. Анна Малер. Вы один и самый, вы самый независимый, наверное, эксперт-криминолог в этой стране. Вас хочу услышать. Так, и у меня много питаний до следствия. Хотя я не заперечую факт возможного посягания на життя народного депутата и возможный факт готовения до его выкрадения. Вы сейчас о каком покушении говорите? Я сейчас говорю про Гончаренко. Но потом мы выведем с вами ланцюг и понимаем, что это совпадение или все это один ланцюг. Это правило. Но вопрос так, если мы сгадаем, что это было 23 лютого и это был сессийный день, депутат собирался быть на заседании, но почему-то готовили его выкрадение в Одессе. И, используя депутата как живца, это нам так официально поведомили, его перевезли в Одессу. И про это поведомили зловмисникам, что навмисно, очевидно, я так думаю, под то, что они готуют, им привезут депутата из Киева в Одессу. Это первое вопрос, которое у меня не стыковывается. Другое вопрос, нам сообщили, что люди, которые готовили замах на народного депутата, поддерживаются антиукраинской позиции, у них там есть какой-то сепаратистский движение, что они там делают. У меня тогда вопрос, почему они выбрали для мишени именно Гончаренко, потому что все люди, которые притомны, понимают, что его политические взгляды, если он изменяет эту пророссийскую партию на проукраинскую партию. Это логично выглядит. Нет, это выглядит нелогично, потому что я просто не политично вам скажу, как фаховец, что если готуются с мотивов особистої неприязни, якийсь напад или помста, то в людину просто стреляют. В стране, в которой сегодня миллионы одиниц нелегального оружия, простейше выстрелить и сделать это в Киеве, чем везти его в Одессу, красить и обещать выкупироваться, что там собирались сделать. Я еще раз повторюсь, Анна, один из самых уважаемых в стране экспертов криминологов. Еще один момент, мабуть, это співпадение, но в сей день в сестином зале принималось несколько, я мягко выражусь, спирных законопроектов и, возможно, использовали привид Гончаренко и его выкрадение для того, чтобы мы не обговорили с вами, например, изменения до КПК, который очень спирный. Там очень много спирных законопроектов, не будем сейчас это время витрачать. Теперь давайте еще подумаем, у нас есть еще две гилки влади, у нас есть судовая влада, у нас есть виконавчая влада, у которых значительно больше повноважений, чем в одного окремо взятого депутата. Депутаты имеют повноважения только, если их 226 больше. Почему за этот год уже третье раскрыто посягание на жизнь народного депутата, как-то очень удивительно. Все эти три случаи выдаются нам трошечки або фейковыми, або комичными. У меня возникает логичный вопрос, почему покушения на народных депутатов раскрываются у нас очень быстро, до них даже не доходит. Но при этом мы уже более полугода ждем расследования убийства Павла Шеремета. Мы ждем расследования, кто убил Олеся Бузину. И почему за эти три года у нас накопилось целое кладбище таких дел. Так, и под таким пильным поглядом правоохоронцев находятся чему-то лишь депутаты. На всех других, виявляется, никаких посяганий не выполняют. И что интересно, если мы простежим информприводы депутата Гончаренко за последний, например, год, то это не авторство каких-то законопроектов, не какие-то социально полезные вещи, а какие-то суцильные шоу-акции. И вот эта акция тоже подпадает под этот ланцюг. И у нас у всех это вызывает подивы, жертвов уже очень много. Потому что, первое, очень низкая доверия, в принципе, к владею, а он является представителем влады. И очень низкая доверия к правоохоронных органам. То есть, чтобы они сейчас не раскрыли, все равно это, кажется, либо фейком, либо... Кстати, я раскрываю вас, Аня, спасибо. А вы заметили, что у нас пропал новоназначенный глава нацполиции? Кто-то что-то слышал о нем после первой начальной пресс-конференции. Можно рассказать точку Гончаренко? Очень коротко. А затем все-таки к моему вопросу. Я коротко хочу сказать одну вещь. Кирсан Алюмджинов, глава ФИДЕ, федерации шахматов всемирной, уверяет, что его посещали инопланетяне. Об этом он пишет на своей страничке в Википедии. Он в это верит, кто-то в это верит, но 99% населения хорошо понимает. А теперь финал. Смотрите внимательно. Гончаренко говорит, это инсценировка. Выходят на сцену представители депутатского корпуса и говорят, его реально похитили. Я тут же подхожу к этим депутатам и говорю, я предлагаю пари, что сегодня его вернут. И ни один депутат из фракции БПП со мной не поспорил. Более того, когда вернули, подошло несколько человек и сказали, стыдно так, как получилось. Я говорю, так нормально, все получилось. Александр Мартыненко, вы обратили уже внимание на нашу стену, да? Здесь вот выжимка всех новостей Интерфакс Украина, вашего агентства. Уважение, которому не вызывает сомнений, ни у меня, ни у моих коллег. Как менялись новости об этом похищении? Вот как вы можете, прочитав все, что выдавал ваше информагентство за день, это прокомментировать? Вообще, знаете, конечно, если просто мы его так вот прочитать все от начала до конца сегодня, это, конечно, сумасшедший дом. Это я вам честно скажу. Ну дурка, ну дурка. И второй момент, пока я не забыл. Вот как можно еще, вот сначала это, а потом, как можно прокомментировать то, что узнав о возможном страшном преступлении, страна реагирует в основном на это со смехом и с недоверием. Я говорю о соцсетях. Вы знаете, на самом деле, первое, вот сразу вам сказать, когда мы работали, это сейчас так кажется, сумасшедший дом. Когда, кстати, это делали, не было времени даже задуматься, потому что новости валились там каждые две минуты, как вы видите. Единственное, что меня сразу насторожило, вот эта новость о похищении, о том, что его похитили. Сообщи, понимаете, если знали, что его похитили, должны бы сказать, где его похитили, как его похитили, кто его похитил. Ну, хотя бы приблизительно. Если человека, то я думаю, что просто ошибка была в формулировках. На самом деле, должны были сообщить, что он пропал. Пропал. Если он пропал, тогда действительно непонятно. Он не отвечает на звонки, там он где-то... А если идет вещь о похищении, значит, уже знают. Ну, ладно. Это мы так пропустили, потом начали работать, но возвращаясь, вы совершенно правы, потому что у меня даже тут до всех показателей, это реакция. Реакция даже не только в Фейсбуке, ладно, бог с ним, с Фейсбуком. А мы прекрасно знаем и людей, думаю, что у всех знакомые есть, которые в Фейсбуке не находятся, а смотрят телевизор и все остальное. Вы знаете, это полное отсутствие, у всех моих знакомых, полное отсутствие сочувствия. Изначально. И это действительно такой звоночек по всем. И мне кажется, это должно пугать далеко ни одного депутата Гончаренко. Абсолютно точно. И не только депутатам. Абсолютно точно. Я сейчас не фигуре этого конкретного конференции. Я абсолютно согласен с тем, что вот по поводу фейковости вот этого налета, который был, ведь, дайте прямо говорить, за последний год-полтора мы несколько раз сталкивались с новостями, которые казалось бы трагичные, но потом выявились то ли фейками, то ли постановками. То нам объясняли, что, значит, отбили какого-то нашего парня у российской разведки, потом выясняется со съемками, потом выясняется, что это была постановочная съемка, следственный эксперимент, как вы помните. То еще происходят другие вещи. То есть, на самом деле, вот это недоверие к тому, что показывают и рассказывают, это есть. И я думаю, что все, кто это делает, должны об этом серьезно задуматься. Аня, спасибо. Аня, если коротко, а как дело по первому спасенному? Как продвигается расследование дела по первому спасенному? Невзорванному Антону Герасченко? Ци справи, до речи, очень похожи, хотя хотели порівняти Герасченко, замах на него и на Шеремета. Там вообще не было ничего спільного. Тут очень похожи. И обратите внимание, когда эти два случаи, когда проводится спецоперация по затриманию зловмисников, технологично, по криминалистическим правилам, не можно привернуть до этого увагу прессу, потому что зловмисник не знает, что будет увага прессы и может действовать непредвиденно. И таким образом, обоих депутатов наражались справедливо на смертельную небезопасность. Потому что зловмисник в этот момент, понимая, что уже все ЗМИ про это говорят, может понять, что ему ничего не потерять и начать действовать не за планом, который они установили оперативным шляхом. Поэтому то, что настолько была прикута увага ЗМИ, миттево, мне кажется, что это и была основная мета спецоперации. Основная ошибка. Тарас Загородил. Сергей Васильевич. Я думаю, почему не было співчуття, потому что маніпуляции, они имеют свою межу. То есть, влада живет в таком виртуальном уже свете, где она думает, что можно постоянно маніпулировать. Ну, у нас же, это же не первый замок, помните, у нас же Шокино еще был. Да, был выстрел из тепловизора. Да, из тепловизора. Потому что, когда ты начинаешь цеплодить эти фейки, они работают на достаточно коротком отстане, а потом уже никто не верит. И я понимаю, до чего вообще все натики, на то, что уже так небезпека, мы так переживаем за страну, и что вот нас может... Вы понимаете? Потому что это уже не работает. Потому что все видят, что, знаете, страна просто живет... Знаете, они живут в постмодерной, где все не по-справжнему. Краина живет в модерной, где все по-справжнему. Справжня кровь, гинуть люди, тарифы. И что же с этим связано? Краина в жорстком реализме живет. В жорстком реализме. И тому люди, и тому реакция взагалі должна насторожить. Всех депутатов, и опозиционных, и неопозиционных, потому что это ставление один из министров не буду называть. Я даже хотел в фейсбуке написать співчуття. Я просто подивився, просто 200 комментариев у него вискочило за несколько минут. И, знаете, легче, который был, слава богу, о чем он должен насторожить. И это аудитория фейсбука, которая, в принципе, только может зло посмеяться. А что коится у людей, которые не готовятся на это, уже мириться с тем, что происходит. То есть, это означает, что вибухонебезпечность в стране, она на очень высоком уровне. И влада должна уже задуматься, что, а, вы делаете реформы, а, вы прекратите краски там, да? И что, межи маніпуляций уже не работают. Никто уже не верит. И все. И наступный крок, который может быть очень небезопасным для страны, я даже не хочу загадывать. Спасибо, Тарас. Да, Сергей Рудик, вам сейчас слово. Но все-таки, давайте вспомним еще один вопрос, который я недавно задавал. Есть ли шанс у Авакова, Петренко встретить и отметить четвертую годовщину на своих постах? Ну, дорогие, туристы, я с вашего дозвола коротко спробую ответить по справе Гончаренко. У меня вопрос. Да я думаю, здесь уже обсуждать. Нет, как раз, очень интересно, смотрите, наступное. У нас сейчас тут в студии 13 людей. Идучи на эту программу, все знали тему программы. Так же ж? Кто из присутствующих спробовал особисто поговорить с Гончаренко? Он сегодня был в парламенте, он сегодня был на связку. Поднимите руки. Я с ним принципово не разговариваю. Він покидел. Він был заняты сегодня увагу в Бориске. Друзья, пожалуйста, Борислав, Борислав. Борислав, Борислав. И задавать Гончаренко было не надо. Было все понятно. Я могу сказать честно. А мне было не понятно, Борислав, потому что я был выкраден 3 лет назад. И канал 1+,1, подконтрольный Каламойскому ЗМИ, стихи бруда на меня вилили за 2 дни. Что вот так? Картинка была вот такая прекрасная. Картинка был похищен по-настоящему, а там было показано, Сергей, вы уже обратили внимание, что у вас не было списка названных вон. Происходительности от общества, от социальных мереж, от людей в студии, которые, даже идущие обговорювать тему, не удосуждаются сделать спробу и поговорить с тем, кто был предметом этой внимания. Не, не варто, не варто. Про это знаю моя дружина, батьки, узкие колы людей. Я так само знаю, что когда я был выкраден, это вопрос обговорилось на фракции одной партии, членами которой на этот момент был. Прошу прощения. Друзья, поднимите руки, кто хочет попиариться на собственных похоронах. Поднимите руки. Чуркин, вы думаете, пиарится? Да он сейчас у чертов там... Казалось бы, как... Максим, вы меня не перестаете, но я сказал, что можно сюда приклести Чуркина. Но вам это удалось. Спасибо, Юрий, вам слово. Ну, заканчивайте, Юрий Сокинь. Ну, что он с кем страдает? Очень важно. Гойчаренко мне, особисто, сказал то, что было на самом деле. Про то, что это была с самого начала спецоперации СБУ. Что было замовление на его убийство. И им нужно было найти, извините меня, улитки. Сергей, ну вы все это слышали. Спасибо. Не нужно нам пересказывать сейчас пресс-конференцию Гойчаренко. Показником эффективности этой спецоперации будет 10 лет трьём людям, конкретным людям, которые выяснили на сегодняшний день свою вину. Ну, да. Или это тоже по нарушке. С кислотами обливча и молоток по околинам, выбачьте мне, это не предмет для стёбу. Вдумайтесь. Сегодня это стало с Гончаренко, а завтра это может статься с будь кем-то в этой державе. Алексей, я прошу прощения. Адам Олег Кеменович, помните, что 4 года назад Лисин разбился на Ламборджини? 4 года прошло, это была партия регионов. Не важно. Я могу вам сказать, комментарии были такие же, как сейчас под Гончаренко. Я тогда был уже в Фейсбуке, я очень хорошо помню. Уже тогда было ненависть. Почему? Потому что депутат сейчас, это шикарный громотвод. Беда в том, беда в том, что на сегодняшний день люди не хотят разбираться, не хотят результата. А нужно разбираться, извините, надо разбираться. Разбирайтесь. Результат потрібен, Тарас, потрібен. Юрий Левченко. Добрый, дякую за слово. Я выбивал, как мог. Я, по-перше, хотел бы зазначити, что, на мою думку, реакция на так званное выкладывание Гончаренко со стороны общества, это позитивный. Слушайте, давайте уже закончим с Гончаренко. Давайте перейдем вообще на ситуацию. Ну, просто у Алексея со многими личный конфликт. Поэтому они его здесь уничтожают. Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю. А, у Гончаренко. Оксей, скоро Кабмину, звітувати у них иммунітет закінчиться, до речи. Про ручную деятельность будет скоро звіт урято. Давайте на эту тему переговорим. Я не против, давайте. Юрий. Что самое? Чего вы начали? Не, ну просто дивиться, все обговорили, поэтому я продолжу тему обговорования. Если какая-то другая тема, будь ласка, скажите, какую тему будем говорить. Вы можете закончить по Гончаренко, но меня больше волнует. Не, я насправді, дивиться. Я снова могу повторить вопрос. Старожили Кабмина, их шанс просидеть еще и четвертый год в своих креслах. Я вважаю, что на превеликий жаль шанси величезні. Даже после счета Кабмина, если он состоится, кстати, еще. У нас были примеры, когда об этом вы его переносили. В контексте вашего этого вопроса, на жаль, это очень уверенно. Почему, на жаль? Потому что, когда вы говорили про коалицию, не было возможности тогда зазначити, что какая же ситуация? Де юри коалиции нет. Просто все как раз обходятся. Нема де юри коалиции, потому что сегодня Народный фронт и БПП спольно мают 221 голос. Но, де-факто, вона есть. Это Народный фронт, БПП и партия регионов. Залишки партии регионов. Поэтому, на превеликий жаль, если де-факто эта коалиция есть, если все эти антинародные вещи принимаются, это де-факто коалицию, то, на жаль, я сейчас не вижу никаких причин, почему эта, де-факто, злочинная антинародная коалиция каким-то образом изменит этих антинародных министров. А вы думаете, он может как-то негативно закончиться для этого состава? Я знаю, что, ну, то, принаймні, точно мы будем рассматривать его на нашем комитете с экономической политикой, членом которого я есть, потому что уже визначена дата. И, до речи, для меня, ну, достаточно странная ситуация, когда на комитет с экономической политикой приходят там не только Министерства экономики, да, ну, понятно, почему Министерство экономики до нас приходит, а, например, там, все другие министерства, там, Министерство финансов, обороны и так далее, мы разглядываем, ну, такая чему-то традиция в парламенте склалася, что именно на комитете с экономической политикой известуют все министры абсолютно. Я не знаю, че могут депутаты там, члены этого комитета, ну, профессионально рассматривать звезды деятельности каждого, но тем не менее. Что касается, что касается, но потом решение принимается нашим комитетом и рекомендуется далее в парламент. Может, так было, потому что у нас ранее был премьер-мінистр Яценюк, и, соответственно, голова этого комитета Иванчук, его правая рука, может, тому они ходили все до нас, министры. Но я не знаю, давайте, ну, подивимся. Но что касается министра, о которых вы загадывали, я помню, когда формировался этот склад Кабинета Министров, это была принциповая вимога Народного фронта, что, как только эти министры должны оставаться, и никто другой. Поэтому я лично вижу, что пока Народный фронт будет оставаться в коалиции и не будет заменен никому другим, то, очевидно, что эти министры также оставаться на своей посаде, независимо от результатов Кабинета Министров. Ваше мнение, новые лица в Кабмине после отчета могут появиться или нет? Я думаю, вы знаете, так как бы, есть два момента. Первое, что действительно коалиции нет, об этом сегодня уже было много сказано, от того, что появятся новые лица или не появятся, от этого ничего не поменяется, по той причине, что действующий парламент, вот сегодня там звучала цифра, кто там как, какие проценты, кто там с кем, как голосует. Так вот, по данным социологических исследований, 96% украинских граждан не доверяют целому украинскому парламенту. То есть это практически все население Украины не доверяет украинскому парламенту. С учетом того, что парламент не выполняет свои основные функции, основные задачи парламента и коалиции, и всех фракций, это было возврат мира в Украину, возврат территориальной целостности, решение вопросов уровня жизни людей, соответственно, тарифов, заработных плат, поднятие экономики, европейской интеграции и так далее. Ни один пункт и ни одно направление, борьба с коррупцией, ни одно направление не решено. В условиях, когда абсолютно, вот если говорить, там театр начинается с вешалки, государство с конституции, у нас парламентская президентская республика, коалиция, это не просто 226 голосов, которые должны быть для принятия какого-то законопроекта, это основа легитимности правительства. Нету этих 226 голосов из депутатских фракций, значит нет правительств, значит должны быть перевыборы. Поэтому нету, знаете, получается нету ни формы, ни содержания. От того, что придут новые или не новые, они там как-то перекрутятся между собой, радикальная партия, какие-то еще форматы, для украинских граждан, для украинского государства ничего не поменяется. Единственный выход из этой ситуации, это только перевыборы. Спасибо, Сергей Гласенко. Прошу коротко, мы финализируем. Ну, я просто могу зазначити, что все два с половиной роки, все уряды, которые были после Революции Гидности, на жаль, проводили абсолютно антиукраинскую политику, и при этом они абсолютно не хотели даже эту политику обговорювать. На ваше вопрос, если могут быть новые министры, вот Виктория Пташник практически все сказала, единственное, что она не сказала, что в этой конфигурации парламента, без народного фронта, это коалиция неможлива, чисто математично. А тому, на жаль, до тех пор, пока будет существовать этот парламент, будут существовать абсолютно аналогичные уряды, не играя роли прозвища премьер-министра. Когда предлагал президент парламенту Гройсмана премьер-министром, он рассказывал, что это новая людина, что это будет новая политика, а на самом деле ничего не изменилось. Хуже стало. Та сама политика и понятна. Трифа поднялись в президенте. Сергей, спасибо, мы поняли. Но начали мы все-таки с того. Нужна ли радикальная партия большинству? Не назову это коалицией пока. И на этот вопрос у нас отвечали телезрители, пока слушали все наши выступления. Фракция Олега Ляшко. Какой-то у нас секретический сбой, да. А, спасет коалицию, да, или добьет коалицию. Добьет коалицию, считает 62% наших телезрителей, которые голосовали во время программы на сайте подробностю ей. Борислав Березов, вот вы не смейтесь, а прокомментируйте вот это все, пожалуйста. Вы знаете, сегодня, кстати, между прочим, день независимости Эстонии. 99 лет со дня основания государства. Казалось бы, к чему здесь Ляшко? А я объясню. Потому что за внутренними сварами, договорниками, за внутренними скандалами, которые раздражают общество, можем доиграться до такого состояния, что 27-ю или 28-ю годовщину просто нечего будет отмечать. Я бы хотел, чтобы политики забыли на некоторое время, я искренне это говорю, о внутренних амбициях и личных, и вспомнили, вокруг чего можно объединиться. Только вокруг одного. Не вокруг каждого желания, цели или задачи, вокруг Украины. И каждый из нас ведь реально любит страну. Так для этого нужно сделать только одну вещь. Забыть о собственных амбициях и работать на государство, на Украину. Вы на меня, Борислав, кричали в конце первой части программы. А я только что забыл о своих амбициях. И свое финальное слово отдал вам. У меня осталось время только на прощание. Это было Черное зеркало. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры создавал DimaTorzok